Утром в центре Нижнего Новгорода на затопленном перекрестке улиц Ковалихинская и Симашка сотрудники ОАО «Теплоэнерго» устраняют последствия аварии. Посредине дороги из люка под напором били потоки горячей воды. Разогретый асфальт после этого парит еще часами. Но авария произошла не здесь. На пересечении улиц Симашка и Ульянова пар от горячей воды поднимается изо всех люков. Рабочие, прибывшие сюда, видимо, для ликвидации последствий, комментировать причину аварии отказываются. Сделаем информацию, пускай дает наш руководитель. Мы простые слисали. Нам сказали, мы приехали, работали. Но потоки воды затопили не только проезжую часть на Ковалихе, но и цокольный этаж ближнего дома. Жильцы говорят, что такая авария здесь происходит уже не в первый раз. Со всех потолков течет, стены текут. Это, в общем, все подлежит ремонту. Видите, стены все сырые. У нас один раз это затопило нас, когда строили дом около пятой больницы. Там разрушили канализацию, тоже никого не предупредили, затопило. Потом водопровод лопнул, была авария около 34-го дома, тоже нас затопило. Жильцы дома номер 40, дробь 13 по улице Ульянова неоднократно звонили в Теплоэнерго. Но никакого ответа им не дали. Только отправляли по другим телефонам. Никого здесь от Теплоэнерго нет. Приехал сюда мастер. Я его спросил, как ваша фамилия. Не скажу. Зачем приехал? Устранять аварию? Как же не скажете? Вы же при исполнении служебных обязанностей. Не скажу. И уехал. И все, так и осталось. Остался один машинист с насосами качает. Я срочно позвонила в аварийную службу по данному телефону. Диспетчер мне ответил, что в таких случаях мы помощи не оказываем. Аварийная работает только после 16 часов вечера. Звоните в другое место куда-то, куда ничего не сказали. Специалисты Теплоэнерго только по телефону назвали причину произошедшей аварии. Произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 400 мм. В настоящее время ведутся ремонтные работы. В расчетное время устранения в 20.00 сегодня. То есть все работы завершены. По словам представителя Теплоэнерго, вода из цокольных этажей жилых домов будет откачиваться специальной техникой. Артем Готков, Олег Климен. Объективно. ННТВ.